Украинский синдром по-тихому вползает и в Грузию. На этой неделе в отставку ушли три министра правительства правящей коалиции. Ушли со словами о приверженности европейским и атлантическим ценностям. В стране вновь заговорили о цветной революции, в чем причина правительственного кризиса и как власти намерены с ним справляться. В материале нашего корреспондента в Тбилиси Бориса Манджукова. Среда, 5 ноября. Важная дата для Ираклия Алласания. Последний рабочий день в Министерстве обороны. Еще несколько минут и он покинет пост главы военного ведомства. Так что эмоции можно не скрывать. Каждого из вас я считаю не только сотрудником, но и другом. И эта дружба будет со мной до конца жизни. Спасибо вам за все. Спасибо за все то, чего мы достигли вместе. До скорой встречи. Сюда на службу он приходил последние два года. Министерство обороны Алласания возглавил сразу после смены власти в стране. Основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили тогда, в 2012-м, даже обсуждал с ним состав правительства. Но теперь Алласания сам попал в немилость. Конфликт наметился еще две недели назад, когда следователи заподозрили что-то неладное в военном ведомстве. Пятерым сотрудникам Минобороны прокуратура предъявила обвинение в растрате средств. Шеф вступился за своих подчиненных. А это не понравилось премьеру. В последние дни фиксируется явное противостояние министра обороны с правоохранительными органами. Налицо попытка политизации вопроса. Для того, чтобы не происходила политизация вооруженных сил Грузии, для того, чтобы были обеспечены условия для независимого расследования, я принял решение уволить занимаемой должности министра обороны. Свою политическую карьеру Алласания начал еще при Саакашвили. В 2004-м был назначен заместителем министра обороны. В том же году стал заместителем секретаря совета нацбезопасности. В свое время занимал пост главы правительства Абхазии в изгнании. Был постоянным представителем Грузии в ООН. Но после конфликта в Южной Осетии его пути с Саакашвили разошлись. Тогда Алласания подал в отставку и создал свою партию «Свободные демократы». Сегодня эта партия снова оказалась в оппозиции. Вышла из правящего блока грузинская мечта. Скандал в Министерстве обороны вызвал эффект домино. Вслед за Алласания со своих постов по собственному желанию ушли его близкий друг, министр по вопросам евроинтеграции Петри Ашвили и родственница министра иностранных дел Панжикидзе. Наша команда приняла решение оставить свои должности. Также я оставляю ряды политического объединения «Грузинская мечта». Для меня было большой честь услужить моей стране на посту министра иностранных дел. Скажу, что за эти два года на внешнеполитическом поприще удалось достичь максимума. Мы уверенно стояли на защите европейских и евроатлантических ценностей. Димар Шаласания и его сподвижников оставил грузинскую мечту без большинства в парламенте. В высшем законодательном органе всего 150 депутатов. Для принятия решений нужна половина голосов плюс один мандат, то есть 76. У мечты же после выхода из состава правящего блока свободных демократов осталось только 75. Политологи в один голос заговорили, «Грузинская мечта» перед опасностью раскола. Так и до новой цветной революции недалеко. Премьеру даже пришлось успокаивать народ. Мы мобилизованы, сплочены в один кулак. И мы должны продолжить идти вперед. Безэмоционально, спокойно. Я призываю население успокоиться. Ничего ведь не происходит. Просто один авантюрист, глупый амбициозный министр удалился. Плохого ничего не случилось. В то же время на другом конце земли за грузинскими событиями наблюдает бывший президент Михаил Саакашвили. В интервью журналу Forbes он не на шутку размечтался. Мол, правящая коалиция скоро развалится, а нынешнее правительство свергнут. На это не понадобятся годы, лишь месяцы. Думаю, общество будет реорганизовано и ответит Иванишвили в той или иной форме на попытку узурпировать власть. Иванишвили будет свергнут, но это не наша сама цель. Наша цель сделать это так, чтобы в результате этого Россия не смогла расправить руки в Грузии и до конца уничтожить суверенитет страны. Или же чтобы в Грузии не произошло насилие, какое произошло на Украине. Грузинскую мечту он критикует едва ли не в каждом интервью и не скрывает, что снова не прочь вернуться в политику. Хотя на родине его считают преступником и обвиняют даже в подготовке государственного переворота. Опыт у Саакашвили есть. К власти он пришел после революции РОС в 2003-м. Активная участница тех событий Нино Бурджанадзе нынешнее положение дел оценивает пессимистично. Государство в тяжелом положении, в высших эшелонах власти кризис. При таком раскладе у Саакашвили могут появиться шансы. Заявление свободных демократов налило воду на мельницу Саакашвили и его команды. Когда они говорят о том, что грузинская мечта идет большими шагами вслед за Януковичем, они просто так ничего не говорят. Они готовятся к тому, чтобы путем вооруженного переворота вернуться к власти. Сегодня правящая коалиция переживает перемены. По прогнозам экспертов, это только начало. Не исключено, что вслед за громкими отставками последует война комброматов. Борис Манжуков и Ладобенашвили вместе из Грузии. Раскол власти в Грузии связан прежде всего с внешней политикой страны. Два лагеря, которые образовались после ухода Михаила Саакашвили, активизировали противоборство. И общество, и власть в целом вроде бы поддерживают европейские курсы развития. Однако все больше споров вокруг того, какими должны быть отношения Тбилиси с Москвой. Те, кто сейчас находится в оппозиции, например, тот же Ираклия Ласания, выступают за скорейшее сближение с НАТО и Евросоюзом. Ну а правящая партия грузинская мечта по-прежнему придерживается более умеренного пути и старается наладить диалог с Россией. Об этом не так давно говорил премьер Ираклия Грибашвили. И старания Тбилиси не проходят даром. Возобновлено регулярное авиасообщение с Москвой. Торговля набирает обороты. Продажи в России вина, бренди и минеральной воды приносят стабильный доход в казну Грузии. А теперь еще на российский рынок вернутся грузинские фрукты, овощи и сухофрукты.